В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Десять имен уже обозначены, но это не значит, что можно еще не включать и другие имена. Великие имена России. В Анапе стартовало голосование, которое определит, в честь кого будет назван аэропорт курорта. Если ты поймешь лошадь, то лошадь поймет тебя. Традиции предков. В рамках спартакиада допризывной казачьей молодежи состояли соревнования по верховой езде. Наносится рисунок, эскиз, да, нанесли и пинцетиком выкладывается вот. Во славу Кубани на благо России в сельских округах проходит муниципальный этап краевого фестиваля народного творчества. В Анапе стартовал второй этап всероссийского проекта «Великие имена России». Их будут носить 45 аэропортов нашей страны, в их числе и анапский. Об истории воздушной гавани курорта в нашем материале. Новый терминал анапского аэропорта. Несмотря на то, что высокий сезон уже позади, он практически не пустует. Отправляются и прибывают десятки рейсов. Основное направление – Москва, крупнейший в стране транспортный узел. Есть регулярное сообщение с Санкт-Петербургом, Новосибирском, а также странами ближнего зарубежья – Армении, Узбекистаном, Кыргызстаном. В ближайшее время здесь появятся добровольцы, которые будут рассказывать пассажирам о всероссийском конкурсе «Великие имена России». Уже сегодня на официальном сайте проекта можно предлагать имена исторических фигур, связанные с Анапой, и голосовать за них. В независимости от того, какое имя будет присвоено, но сам факт проведения вот этого мероприятия, этого конкурса уже позволит нам прикоснуться к истории, открыть для себя что-то новое в истории города, истории края и пополнить сначала свой багаж знаний, а потом передать это пассажирам, прилетающим, отдыхающим. В Анапу начали летать еще в середине 30-х годов, к 60-м. Пассажиропоток стал постоянным. Это городская станция скорой помощи, в то время аэровокзал, который можно узнать по характерной башне. Взлетная полоса в сторону Лысой горы. Чуть больше половины проходила, и самолеты взлетали. Но они маленькие, в принципе, были эти самолеты. Валерий Аганесян работает водителем более 40 лет, летал отсюда в Донецк за 5 советских рублей. В середине 70-х открылись новые воздушные ворота, а за 9 месяцев текущего года аэропорт обслужил порядка 1 миллиона 300 тысяч пассажиров, на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Имя, данное аэропорту, одна из визитных карточек, к выбору которой муниципальные власти и общественники относятся достаточно серьезно. Когда называют аэропорт имени Леонова, да, Кемерова, ну, знают, все знают, кто такой Леонид Титов, все знают, далеко-далеко, наверное, по всем мире знают, правильно? Поэтому герои, которые у нас есть, они достойны. По итогам заседания Совета общественности, первый в списке герой Советского Союза, капитан Дмитрий Калинин. В 1943 году его разведгруппа высадилась в районе села Варваровка и была вынуждена вступить в многочасовой неравный бой с фашистами. Погибли все. Раненый в руку и ногу, командир подорвал себя гранатой вместе с тремя противниками. Враги похоронили его с воинскими почестями. Конечно, за Халинина, за человека военного, который действительно жизнь отдал за анапских людей, за анапскую землю, которые благодаря ему в данный момент себе отдыхают, живут. Также в Анапе популярны доктор Будзинский, признанный основатель местной курортной индустрии, монахиня Мария, погибшая в немецком концлагере. В любом случае, имя аэропорта – это ключ к богатой истории анапской земли. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Напомним, что глава города Юрий Поляков практически сразу обозначил свою позицию. Среди наших великих соотечественников, имена которых неразрывно связаны с Анапой, могу назвать в первую очередь легендарного капитана, героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина. Подвиг десанта, который он возглавлял, стал одной из ярких героических страниц в истории нашего города и нашего края, в начале октября отметившего 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Считаю, что имя этого героя Великой Отечественной войны достойно быть увековечено в названии Анапского аэропорта. Это важно для Анапы, который носит высокое звание города воинской славы, считает Юрий Поляков. Предварительное голосование проекта «Великие имена России» уже начались. В них приняла участие и наша съемочная группа. Главная цель проекта – увековечить в названии аэропортов имена наших великих сограждан. Конкурсная процедура в несколько этапов. В начале общественным советом был сформирован и утвержден предварительный список. В него вошли 10 фамилий, за которые будут голосовать анапчане. Сейчас данная задача – это проинформировать население, как это будет происходить. Это будет происходить анкетирование. И у жителей города есть возможность предложить свое имя. Это они могут сделать на официальном сайте, это могут сделать на наших точках волонтеров. То есть у них есть возможность выдвинуть свое имя. Если за это имя также проголосуют свыше 500 жителей, то оно будет внесено в список претендентов. Сегодня волонтеры пришли в учебное заведение города. Студентов знакомят с условиями конкурса. Здесь же рассказывают и о биографии каждого из кандидатов. После этого – голосование. Ребята к этому процессу подходят со всей ответственностью. Понимают, что принимают участие, по сути, в историческом событии. Я проголосовала за Котинаки Владимира Константиновича. Его я выбрала, потому что он заслушанный летчик-испытатель СССР. Я считаю, что это больше подходящее название для аэропорта. Я проголосовала за Дмитрия Калинина, потому что я считаю, что его подвиг – это один из величайших подвигов в нашем регионе. И многим мы обязаны ему. Я проголосовала за Калинина, потому что это очень героически он совершил подвиг. Уже после первого дня анкетирования волонтеры отмечают, что преимущество из лонг-листа дается сразу трем историческим личностям. За этих кандидатов проголосовало большее количество опрашиваемых. Формируем, смотрим уже по сегодняшнему даже дню, что у нас уже три приоритетных имени выбрано. Если это можно, я могу озвучить. Это Калинин, Будзинский и Мать Мария Елизавета Юрьевна Пеленко. Анкетирование продлится до конца октября. Выразить свои предпочтения и отдать голос за имя, которое будет присвоено аэропорту Анапы, жители города смогут на железнодорожном вокзале, в торговом центре Красной площадь, в гипермаркете «Магнит», в аэропорту и других местах массового скопления людей. Также можно проголосовать на сайте Великие имена России. Ирина Меркурьева, Руслан Душевский, Анапа-регион. И к другим новостям. В Анапе первичных доноров поощряют не только денежные компенсации, но и билетами в кино. Подобные акции в отделении переливания крови проводятся регулярно. Обычно дарят сувениры и сладкие сюрпризы. В этот раз партнером медиков стал один из анапских кинотеатров. Надежда стала донором пять лет назад. Теперь это часть ее жизни. Анапчанка надеется, что смогла спасти хотя бы одного человека. По словам донора, если все делать правильно, никаких негативных последствий процедура не приносит. Лучше чувствую обновление крови для организма. На следующий день вообще летаешь. Это облегчение, легкость чувствуешь. Это очень полезно для организма. Несмотря на все положительные стороны, к донорству нужно относиться серьезно. Нельзя сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание. Головная боль, легкая простуда, сонливость. Все это может сказаться не только на здоровье донора, но и на качестве крови. Накануне нельзя употреблять алкоголь. Есть жареные, жирные, острые или копченые. В сторону нужно убрать и продукты, насыщенные белком. Каши, супы, овощи на пару, сладкий чай. Идеальная диета за день до забора крови. Есть праздничные дни, выходные дни, когда люди отдыхают, расслабляются. Обычно в эти дни, как сказать, бывает, когда обширные автодорожные происшествия, либо там какие-то различные ножевые ранения, споры, паллады. Когда в эти дни, как правило, чаще всего требуется экстренная кровь. А в плановых у нас есть терапевтические реанимационные отделения, где поступают больные с анемиями, и с хроническими анемиями, и, как сказать, и больные, которым необходима гемотрансфузия. То, что в плановом порядке тоже у нас есть переливания ежедневно. На самый момент, можно сказать, что заменителей донорской крови нет. Есть перфторан препарат, но он действует в очень короткое время. И все равно, если человек его переливает перфторан, то через 2-3-4 часа должно быть восполнение донорской крови. Сейчас в Центре переливания крови проходят акции для доноров. Те, кто пришел сдавать кровь впервые, смогут бесплатно сходить в кино. Стать донором может человек старше 18 лет, не страдающий хроническими заболеваниями. Сдавать кровь можно раз в 2-3 месяца. А почетные доноры, прошедшие процедуру 40 раз, не только спасают десятки жизней, но и получают денежные пособия, льготы при оплате коммунальных услуг и скидки на лечение в санаториях. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В эти дни в сельских округах проходит муниципальный этап Краевого фестиваля народного художественного творчества «Во славу Кубани на благо России». В Станице Анапской в конкурсной программе приняли участие самодеятельные артисты и мастера. Декоративно-прикладного творчества. Ровно 2 месяца понадобилось этим лотосом, чтобы зацвести полным цветом. Понять, что композиция сделана из яичной скорлупы, может только тот, кто в курсе новых тенденций в рукоделии. По словам автора этой работы Ольги Григорьевой, ей понадобились изрядная доля терпения, скурпулезность и пинцет. Сама я из Дальнего Востока. Очень нравятся эти цветы, красивые, необичаемые лотосы. И поэтому захотела их воплотить в такой работе. Сначала яичная скорлупа готовится, промывается, очищается от пленки, а потом уже наносится рисунок, эскиз, да, наднесли, и пинцетиком выкладывается. Красоту можно создать без лишних трат, считает Ольга. И подтверждение тому – работы мастерица Саница Анапская. Кто-то предпочитает эко-материал, кому-то по душе привычные виды творчества – вязание крючком или вышивка. Сейчас все совершенствуется, материалы какие-то находят удивительные, из которых превращаются в такие произведения. Мы знаем, что у нас очень народ такой творческий, и всегда, помимо, наверное, той своей профессиональной деятельности, он еще участвует в таких вот художественных выставках, в художественных выступлениях, в концертах. Самодеятельность, говорят эксперты, это как минимум еще и мощная арт-терапия. Впрочем, жюри отметила, сегодня было представлено много действительно профессиональных работ. Это касается и прикладного творчества, и концертных номеров. Причем возраст участников от 18 до 70 лет. Теперь победители этого этапа фестиваля «Во славу Кубани на благо России» перейдут в следующий, зональный. Он пройдет в середине ноября в Анапе. В Ласта Царева, Анапа-регион. Для участников спартакиада «Допризывная» казачьей молодежи прошли соревнования по верховой езде. В них приняли участие 9 команд. Каждому участнику необходимо было преодолеть 200 метров верхом на лошади и сделать это как можно быстрее, а затем передать эстафету товарищу по команде. Если участник соревнований не удержался в седле, продолжить свой путь он мог только с места падения. Общее время команды фиксировалось только после того, как последний участник преодолел финишную черту. За выступлением каждой команды внимательно следили строгие судьи. Эти соревнования проводятся здесь уже не первый раз. И надо отметить, что из года в год мастерство молодых спортсменов-казаков постоянно улучшается. Лошадей выбирали представители команд. Перед началом соревнований с животными необходимо было наладить контакт. Не напугать, а показать, что ты ее друг. Казакам из енисейского казачьего общества их лошадь приглянулась сразу. Интуиция их не обманула, и конь по кличке Ванкувер помог им завоевать почетное второе место. Впечатление очень-очень захватывающее. Если ты поймешь лошадь, то лошадь поймет тебя. Как бы лошадь это одно из самых умных животных. И если ты дашь ей свою энергию, то лошадь тоже даст тебе то, чего ты хочешь от нее. Самое главное, нужно не бояться лошадь. Лошади, они очень чувствительные животные. Они чувствуют, если человек боится, то лошадь начинает не слушаться тебя. На подготовку к соревнованиям по верховой езде у участников спартакиады ушли месяцы. По словам юношей, конный спорт уже стал неотъемлемой частью их жизни. Некоторые казаки занимаются верховой ездой с самого детства. Я езжу на лошадях с самого рождения, потому что у меня в семье всегда по два-три коня дома получается. Ну и для меня это как бы не новое что-то было. Но показать себя на российских соревнованиях – это честь. Победу на соревнованиях по верховой езде одержали представители кубанского войскового казачьего общества. Казаки из города Ейск показали лучшее время – 3 минуты 38 секунд. Юноши были рады своей победе и выразили слова благодарности педагогу, который помог им достичь высокого результата. Сладкая победа! Отлично. Страшно, конечно, немножко было. Ноги все скальзывали. Я в конце чуть не упал. Мы хотим сказать спасибо Норману Виктории Игоревне! Блево! Сегодня отмечается День работника рекламы. Это профессиональный праздник всех, кто трудится в этой отрасли, а также рекламодателей, маркетологов и пиар-специалистов. Телерадиокомпания «Анапа-регион» занимается изготовлением и размещением рекламных материалов на сайте anaparegion.ru и в эфире наших сетевых партнеров – телеканале РЕН-ТВ и радио Европа Плюс 102.8.FM. Благодарим за сотрудничество наших постоянных партнеров и приглашаем новых рекламодателей. Индивидуальный подход к каждому клиенту – акции и сезонные предложения. Все подробности можно узнать по телефону отдела продаж нашей телерадиокомпании 27207. И еще одно срочное сообщение. МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. С 24 по 26 октября в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, в предгорных районах возможен мокрый снег. Прогнозируется усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду. Над акваторией Черного моря в районе Анапы возможно формирование смерчей. Будь осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние которой автомобиль до полной остановки – около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее.